Продолжение следует... Имя существительное, имя прилагательное, глаголы, наречия. И еще одна пара существительных, наглядно демонстрирующих противоположные значения. Младенец-старик – существительные антонимы. Следующая наша тема – это сложение как способ образования слов. Существуют разные виды сложений. Например, сложение целых слов. Ракета-носитель. Такие слова пишутся через дефис. Сложение основ с помощью соединительных гласных «о» и «е». Существует только две соединительных гласных. В слове «луноход» – гласное «о», в слове «пешеход» – гласное «е». Сложение начальных букв слов или аббревиатура. Название учебного предмета ОБЖ полностью звучит как основа безопасности жизнедеятельности. Обратите внимание на то, что в аббревиатуре все буквы прописные. Существует также сложение части слова с целым словом. Стенгазета – что значит «стенная газета». Соединительный гласное – нет. Полурока – что значит «половина урока». Соединительный гласный – нет. Существует сложение слов из словосочетаний. Так и образовалось прилагательное «железнодорожный» и словосочетание «железная дорога». Далее давайте вспомним, что большинство существительных в русском языке относятся к одному из трех родов. К мужскому роду относятся существительные, оканчивающиеся на согласный, твердый или мягкий. Также небольшая группа одушевленных существительных с окончаниями «а» или «я». Существительные, имеющие уменьшительно-ласкательные суффиксы, например, слово «парнишка» имеет суффикс «ишк», окончание «а», или увеличивающие суффиксы, суффикс «ищ» в слове «холодище», окончание «е». И, тем не менее, это существительные мужского рода. Их существительным мужского рода является слово «подмастерье». К существительным женского рода относятся слова с окончаниями «а» или «я». Большинство таких слов. А также существительные с мягким знаком на конце, которые в форме родительного падежа имеют окончание «и» – лошади, мыши. К среднему роду относятся существительные, неодушевленные, с окончаниями «о», «е». Также 10 слов, оканчивающиеся на «мя» – это разносклоняемые существительные, время, имя, знамя, племя и т.д. И единственное одушевленное существительное – это слово «дитя». Кроме того, есть существительные общего рода со значением лица. Такие существительные оканчиваются на «а» или «я» и дают характеристику предмету, характеристику лицу. Эти существительные выступают в роли существительных мужского рода, если они обозначают лицо мужского пола. «Какой ты – ягоза?» И, соответственно, они могут выступать как существительные женского рода, если они обозначают лицо женского пола. «Какая ты – ягоза?» Ну и помните, что у существительных, которые употребляются только в форме множественного числа, например, духи, бусы, ножницы – у них род не определяется.